...позначать негативные эмоции. Ого, серьезно? А, то есть в нашей жизни не существует негативных эмоций. Майни, мы с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Уголок А. Окра называется оно Верующий священник против Лего и танца в Уэнсдэй. Что же бред? Давайте рассказать, что за бред там. Какую опасность представляет собой конструктор Лего? Игрушки подобные... Но вообще Лего это все, это жесть. Игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивные. Как Лего, по мнению священников, дает... Как собрал Лего Боузера, я вообще убивать людей захотел. Отвечаю, у меня прям желание проснулось. Блин, он прав, он прав. Типа точно не ошибается. Образ военных. Конструктору Лего отведен целый отдел и разнообразные воины. Вот едва ли не главная тематика. И как танец Уэнсдэй связан с вмешательством самого дьявола. Бойна снарек. Чтобы видеть, каким образом через подобные шедевры киноиндустрии так искусно подтачиваются и без того едва живые моральные устои современности, используя современные тренды, чтобы еще раз высмеять библейскую истину и святые символы. В итоге миллионы людей по всему миру повторяли бесноватые движения под песню с весьма сомнительным содержанием. Сегодня мы разберемся в этой дичи, не отходите далеко. Я уверен, что они даже не знают, что Dance and Dance with your hands, песня Леди Гаги, не является оригинальной песней этого танца. Но это не надо им рассказывать, не надо. Они не должны этого знать, зачем? Всем массовый здреб. Дарова. Я много рассказывал по поводу возмущенных родителей, но не так уж много по поводу возмущенных религиозных представителей. Перед тем, как мы поймем, кому чем-то не угодил конструктор Лего и Уэнсдайд, Аж злость начинается вот эта. Лего вижу. Когда-то фильм 1896 года под названием «Поцелуй» мог вызвать скандал, в том числе среди религиозных организаций. Кстати, кому интересно, что за Лего Боузер, можете зайти в мой телеграм-канал, ссылка в описании. Блин, во-первых, я вас очень там жду, я там общаюсь часто в комментариях. И там как раз есть инфа про Лего Боузера, сфоткал, плюс вам новые полочки, сфоткал. Там, короче, прикольно, прикольно, можете. Чекай, там есть то, чего нет на Ютубе. Религиозные скандалы не миновали и 21 век. Кто-то наверняка вспомнит возмущение людей касательно премьеры фильма «Кот да Винчи», в котором говорилось о том, что Иисус был обычным человеком. Фильм даже запретили для показов кино в Сирии, Ливане и Ордане, Египте, Пакистане и даже Белоруссии. Кстати, в России протоиерей Дмитрий Смирнов призвал зрителей обращаться в прокуратуру с заявлениями об оскорблении чувств верующих из-за этого фильма. Но как-то ничего из этого не вышло, правда, тогда еще и статьи такой отдельной не было. Но есть гораздо более забавная ситуация. Особо комичная первая скандала... Сейчас, говоря, не особо забавно это все. Вроде как забавно, а вроде как бы и грустно, потому что я считаю, что... Это, типа... Вокруг фильма докма режиссера Кевина Смита. Сюжет фильма осмеивал попытку популяризации религии в массах и пытался осмеять различные штампы. К примеру, Господь тут является не каким-нибудь седоволосым старцем, каким его любят изображать в медийной культуре, а девушкой. Также здесь был тринадцатый апостол, который был чернокожим и который, ко всему прочему, еще и сообщал вот такую информацию. Иисус не белый. А как услышишь, что это райская жизнь от черного Иисуса, вмиг поскучнеют. Это и называется лицемерием. Сейчас, когда уже имеется поколение, что выросло на боге, которого сыграл Бога Триман, к крюсе всемогущим, все это уже не кажется таким уж революционным. Но в конце девяностых догма вызвала немало гнева. Изначально режиссер хотел написать в начале фильма следующие слова. Если фильм действительно кощунственный, сам Бог убьет нас, и мы будем гореть в аду. Но от этой идеи его отговорил продюсер. В результате все ограничилось текстом о том, что компания, если что, отрекается от этого фильма, и картина представляет собой просто комическую фантазию, которую не стоит воспринимать всерьез. Как вы можете догадаться, это не помогло. Из-за скандала фильм перенесли аж на год, но к моменту выхода кинотеатры все равно окружали пикеты. В результате, видимо, режиссер решил, что если не можешь победить, присоединись. И во всю эту компанию возмутившихся верующих писался сам режиссер, который вышел с плакатом, на котором было написано, что его собственный фильм... И потом он еще утверждал, что его плакат был самым красивым на этом протесте. В результате на все это событие подъехали репортеры, что с ними довольно-таки парадоксальное зрелище. По сути, таким образом, Кевин Смит решил осмеять протестующих, которые в сущности и сами не понимали, против чего они вообще выступают. Такой троллинг невероятный. Красава, это хороший такой, прям тонкий-тонкий. Йо, какой ты криповый, братанин. Ну вот это, конечно, крипота жесть. Ой-ой-ой, ребята, аккуратней, опасные вещи. Это вовсе не значит, что данная зараза побеждена. И вот белорусский канал ОНТ решил выкатить тяжелую артиллерию. Передачу «Воскресная исповедь». Тема «Так ли Лего безобиден для ребенка?» И к какому идеалу надо стремиться? О, время идеалов. Давайте уже узнаем, ребят. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья. Здрасте, это все я. Здарова. Я и сестра, и брат, точно. Можно вопросом, неужели во всем огромном магазине... Знаете, это гендерная вещь. Не нашлось хороших игрушек и игр. А конструкторы Лего, а электронные игрушки, как говорят, на пульте управления. Это ж мечта каждого мальчишки. Мне нравится, что на фоне изображен джойстик и картридж от Супер Нинтендо. Класс. Да, ведь это самая актуальная консоль, о которой, конечно же, мечтают современные дети. Ну я мечтаю. Дайте мне Супер Нес оригинальный. Блин, я бы только за. Я бы даже в него поиграл. И поставил бы на полочку. И протерял бы с него каждую пылинку. На самом деле, вот такие вещи я бы хотел, чтобы у меня были просто для коллекции. Ну я коллекционером стану. Ну вот это тяжело объяснить. Это кайф почему-то. Я никогда тоже не поймал коллекционеров, пока я не начал коллекционировать амибо и игры на физических копиях. Мне кажется, это очень показательно говорит об осведомленности людей, что работали над этой передачей. Господи, подумайте. Возможно, в Беларуси каждый ребенок с младенчества ретро-геймер. К конструктору Лего отведен целый отдел. Это яркие, красочные, как уверяют, экологически чистые игрушки. А еще они вечно спылерят своими наборами фильмы Марвел. Мне кажется, это тоже стоит добавить в список. Которые предполагают конструирование разнообразных сюжетов. Ну вот вопрос, каких? Достаточно взглянуть на календарь Лего. Распространяемые, между прочим, бесплатно в качестве рекламы. А могли бы и платно, понимаешь ли? Мне вот как представителю церкви очень больно смотреть на эту коммерческую недокрученность. Ну ужас, конечно. Там свечки продают в 20 раз дороже, чем обычные. Я видел это на выставке Мир Детства. Это что? Это всемирные катастрофы, космические пришельцы и разнообразные войны. Вот едва ли не главное тень. У айпад, старик. А что? Какие разнообразные войны? Вообще, если я ошибаюсь, не, я не ошибаюсь, Лего не делает военных наборов в общем, вообще. Военные наборы типа в Лего стиле делают всякие Брикс, Слубан и так далее, короче, копии. Сами Лего у них вроде политика такая, что они не дотрагивают военную тематику. То есть вы не увидите Лего набор танк, Лего набор истребителей, убийца людей, понимаете? Вы такого не найдете. Но зато спокойно найдете Марвел Лего, Лего Марио, Лего Дети, Лего Девочки, всякие Лего Фрэнс. Что там, что там, Лего, ну всякие прикольные штуки тоже. На самом деле, я ничего плохого бы не увидел, если там был какой-то Лего танк, в принципе, да? Но вот не такая политика и как бы какие войны. Наборы по старым эпизодам Звездных войн и по новым эпизодам, ну так-то разнообразие. Но что-то мне подсказывает, что уважаемый ведущий говорит тут явно про что-то другое. Копию Лего. Мне кажется, про копию. Не в курсе, то у компании Лего есть довольно жесткие принципы. Среди всех разнообразных конструкторов Лего вы не найдете наборы, что изображают современную военную технику, солдат и оружие. Вы не найдете никаких Лего танков, как бы пристально не искали бы. То, что я говорю. И разница нет никаких наборов, что изображают современные военные конфликты. Да, есть, к примеру, вот такие вот солдатики из набора по мультфильму «История игрушек». Но сами персонажи в оригинальном произведении изначально игрушки. Их оружие в рамках самого Лора не настоящее, так что это, походу, не считается. Правда, есть у Лего в этом плане темное прошлое. В далеком 1949 году Лего выпустили вот такую вещь под названием «Пистолет мира», который, судя по всему, отсылал к окончанию Второй мировой войны. И при всем этом к пистолету прилагался листок, на котором были рекомендации не целиться из этого пистолета в товарища. Типа, пистолет, конечно, не настоящий, но все равно нехорошо это. Так что либо у уважаемого священника лежит музейный экспонат 1949 года, либо он слишком серьезно воспринимает наборы по какому-нибудь средневековью или тем же «Звездным войнам». Либо, ну, есть такая вероятность, что он вообще не понимает, о чем говорит. Мне кажется, он думает про копии. Ну, какие-то увидел копии Лего, которые, как раз я говорю, там могут быть всякие, военная тематика. Почему-то вот копии Лего обожают военную тематику. Ну, делают свои наборы. В принципе, это, наверное, даже лучше, когда ты делаешь свой набор, чем просто копируешь что-то, которое... Ну, не суть, суть в том, что я не видел их. И видит разницу между оригинальными конструкторами Лего и похожими на него. Всяких пиратских наборов с военной тематикой, конечно же, хватает. Да, там их пруд-пруди. И кто-то мне скажет, Акар, ну не обязан священник разбираться в Лего, он же священник. Ну, тогда и не стоит выпускать видео, где ты рассказываешь про то, как опасны Лего-наборы. Логично, нет? И знаете, даже среди православных пап мое негативное отношение к Лего вызвало активное несогласие. Игрушки развивают конструктивное мышление. Игрушки тренируют мелкую моторику руки. Руки. Одной. С одной руки. Игрушки, подобные игрушки, в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы, и скрыто агрессивные. А, то есть нужны наши, отечественные конструкторы. Ну, например, город мастеров, где как раз-таки точно есть наборы с военной тематикой, которые, по идее, так негативно впечатлили священник. Ну, хочу сказать, типа, сейчас как бы ракеты светят, да? Да, поэтому... Религия, да. Я, знаете что, я понял одну вещь. Я ненавижу религию в общем, в общем, мне не нравится религия как концепт. Я не против, чтобы человек верил в какое-то высшее существо, пожалуйста. Но большинство религий это просто какой-то кошмар. Может быть, в свое время они несли что-то хорошее, там, я помню, как бы наука развивалась даже в свое время в помощь религии, да, в том числе. Но в текущей ситуации вера во что-то, агностиком нормально отношусь, к атеистам, ну, я сам атеист. Я отношусь хорошо к людям, которые просто могут верить в какого-то бога, да, допустим, или какое-то высшее существо. Ну, пожалуйста, верьте, но я считаю, что, во-первых, а, не надо навязывать это другим, б, вот сама религия, которая просто является коммерческой базой чего-то, продавать свечки всякие, там, прочим, прочим, но мне это не нравится. Я считаю, что это немножко такая тема, как говорится, не воруй там, не кради, не радуйся благам, и в итоге забирать эти блага у людей, как бы, ну, прикольно, прикольно. Она наживается на людских слабостях, так сказать, это грустно, грустно, то, что у нас вот религия построена так. Если бы религия была построена, как, не знаю, какой-то кружок там, где пели бы песни, типа, католическая церковь вроде на это больше похожа, вот католические, если брать про христианство, да, то там вроде вот как раз больше вот такая вот тематика, там больше типа песенки поют, собираются там, ну, там вроде более лампово, да, я могу ошибаться, до конца концов, в конце концов, я не до конца во всем этом разбираюсь, могу ошибаться, но вот, как бы, в нашем православии я немножко разбираюсь, потому что спасибо моему отцу, который мега православный, было сложно, было сложно, у него на этом, да, был пунктик, был пунктик. Главное, что это не инокультурный образец. А недавно в храме я увидел мальчика, лет трех, играющего на лавочке с маленькими фигурками лошадей и наездников из лего. Что я там увидел? Крохотные лица в широкополых шляпах были нахмурены и оскалены. Один особенно агрессивного вида, с открытым ртом и выпученными глазами, видимо, изображал воинственную ярость. Ладно, как видеоблогер категории И со стажем, дам совет. Ужас, ужас. Показывайте, а не рассказывайте. Как выглядит оскал с воинственной яростью? Вот так или вот так? Что там увидел священник? Как он это интерпретировал? Может, в тот день освящения было плохое, ему что-то почудилось? И вот, подняв глаза, я увидел икону святого Георгия Победоносца. Лик божественный, лик которого был умиротворительно спокоен в то время, как копье пронзало змея. Так и что это значит в результате? Ребенку нужно играть не в лего, а в иконы? Да, именно так. Ладно. Окей. Детям так однозначно обозначать негативные эмоции. Ого, серьезно? Нет. А, то есть в нашей жизни не существует негативных эмоций, наша жизнь состоит только из счастья, добра, позитива. А если ты грустишь, то ты не такой, блин, вообще плакать нельзя, да? Типа это в этом плане. Блин, это грустно. Эмоции – это эмоции. Какие бы они ни были, плохие, хорошие, и без них никуда. Да, именно эти эмоциональные качели, которые присутствуют на всю жизнь, какая бы жизнь не была бы хорошая, мы люди такие, что все равно можем взгрустнуть, всплакнуть. И это нормально. И не надо, как бы потому, что если мы будем скрывать и пытаться сдерживать эмоции, рано или поздно мы сорвемся, и будет только хуже. Намного хуже. И можно быть, можно быть, можно быть счастливым. В один момент там взруснуть немного. Это нормально, в этом ничего страшного нет. Мне понятна антимилитаристская позиция. Возможно, священник наткнулся на военные игрушки, которые ошибочно принял за лего по незнанию. Бывает. Но когда в таком контексте советские оловянные солдатики – это уже норм, то все это начинает пахнуть какими-то двойными стандартами на уровне «раньше трава была зеленее», «это же вот наша советская, а не какая-то буржуйская дрянь». Зачем учить детей ненависти и злобе? Ну, то есть конкретно советские солдатики ненависти и злобе не учат, потому что у них нет оскала воинственной ярости. Видимо, если ты с нейтральным лицом ведешь военные действия, то вот это уже нормально. Не так страшны пули и смерти, как оскал на лице. Какие у тебя интересные игрушки, обратился я к малышу. Я ему говорю, дай мне, пожалуйста, самого доброго. Ребенок посмотрел на каждого наездника, выразительно развел руками и кратко ответил – нету. Скажите, нужны ли здесь комментарии? Может, его просто мама учила не отдавать свои дорогие лего-фигурки каким-то подозрительным дяденькам, нет? Забавно, ведь лего выпускали тематический набор конструктора в месяц Прайда. И казалось бы, вот про него и должен говорить священник, ведь это удар по духовным скрепам. Ну, нет, тут же ни у кого нет, а скала. Ну да, там вообще лиц нет. Ух, переиграли. О, айфон сзади, нормально. Мне на сзади вообще рандомные какие-то картинки повставляли. Айфоны, андроиды, там, какие-то Nintendo Switch, потом вообще, блин, что-то… Геймбой давайте. О, айфоны, про которые вообще не говорится в этом ролике. Или это такая нативная интеграция? А сколько будет стоить прорекламировать мой канал? Обещаю не делать в своих роликах никаких аскалов. На худой конец полезно порыться в антресолях или дачном чердаке в поисках солдатиков. У сынишки такой поиск сокровищ, я уверен, вызовет восторг. Ой, короче, так и скажите. Лего слишком дорогое, дешевле вручить ребенку те игрушки, в которые уже играл когда-то его батя. Потому что ребенку должно быть чуждо чувство индивидуальности. А что хотелось бы сказать мамам? Если вы озабочены, чем занять совсем маленького ребенка в храме, отнеситесь со вниманием к игрушкам, которые вы берете с собой. Они не должны диссонировать с общей молитвенной атмосферой. Я понял, компанию Лего нужно выпустить на такой случай какую-нибудь Лего-церковь. Лего-храм, Лего-храм, нормально. Правда, скорее всего, это попадает под категорию оскорбления чувств верующих, но вот такой вот парадокс. Надо подумать об этом. Ну, я рад, что в комментариях к этому видео есть позитивная отдача. Я скрылся в книжку. Батюшка точно сказал, инокультурные образцы. Гнев и ярость не должны проникать в сердце воина. Это да, да, да. Согласна, батюшка. Гнев и ярость не должны проникать в сердце воина. Это просто звучит максимально абсурдно и тупо. Это война за мир, мир за войну, да, типа... Это... Что? Как вы можете заметить, монтаж в этом видео откровенно халтурный. Но не думайте, что это касается всех религиозных деятелей. Видео под названием «Как Netflix призывает...» Через танец Уэнсдэй Адамс. С таким неймингом ты сразу ждешь лютый трэш. Однако, включив ролик, видишь приятный монтаж и живые съемки, что радует глаз больше моих, к примеру. Но не пытайтесь себя обмануть и вслушайтесь. И каким образом, на первый взгляд, безобидный танец дыханного подростка приглашает в твою жизнь дьявола? О, ну я в предвкушении. Я вас же призывал. Что таких? Что, призвали уже сегодня своими танцами, ребята? Главное героиня сериала Уэнсдэй Адамс становится студенткой... Меня, например. Ну, насчет Академии, конечно, правда. Но тут нужно уточнить, что терки с родителями у Уэнсдэй в начале сериала были не просто так. А из-за того, что ее родители пытались превратить Уэнсдэй в своего рода свою копию, что, конечно же, ей не нравилось. Это трудно назвать бунтарством ради бунтарства. Безусловно, продюсеры указывают возрастные ограничения 16+. Когда главные герои сериала это 14-16-летние подростки, то основным потоком его зрителей станут дети 8-12 лет. Ну да, еще в фильме ОНО главные герои дети. Это не проблема сериалов, что родители не могут уследить, что там смотрит их чадо. Все-таки, в первую очередь, родители должны за этим следить. Это всегда мне нравилось, перекладывать ответственность на других. Не я виновата, что мой ребенок смотрит вот этот ваш ужас. А виновата те, кто снимают этот ужас. Нет, блин, это так не работает. Ты родила ребенка или вы там сделали ребенка. Так, простите, следите. Если вы не хотите, чтобы он смотрел вот этот вот ужас, чаще всего это не настолько и ужас, как многие думают, то, может быть, вы просто будете смотреть и фильтровать то, что он смотрит, или заниматься ребенком, а не просто кладеть на него болт, давать планшеты, руки, смотри, всякие вот такие baby shark. Ну, это еще не самое ужасное, там вот этот детский контент на ютубе, это вообще кошмар дичайший. Дерзкая, вечно угрюмая девчонка. Ну и депрессивная я бы ее не назвал. Дети просто детям отдают на свободные поля, дают планшет в руки, телефон в руки. На, смотри, вот эти тиктоки листают. А то он удивляется, блин, откуда он понабрался такого? Все эти ваши тиктоки виноваты. Да, сто процентов. Виноваты тиктоки, ютубы, инстаграмы и прочее, а не то, что родителям просто по боку на своего ребенка, и они хотят, чтобы он был идеальный, ничего не делая. Вообще, идеальных людей не бывает. Когда она плакала, в сериале у нее произошла конкретная утрата. А так она скорее саркастично циничный персонаж. Ой, ладно, наверное, я просто придираюсь, и по сути в этом ролике нет ничего интересного. Как думаете, почему такие наивные, хоть и немного дикие движения Дженны Артеги так быстро обрели колоссальную известность? Однако по-настоящему вирусный танец стал посредством его тикток-версии, где на фоне звучит уже абсолютно другая музыка. Это песня эпатажной американской певицы Леди Гага под названием Bloody Mary. Большая масса людей, танцующих под трендовую песню, не интересуется ее переводом и уж тем более не углубляется в суть ее содержания. Да там поется dance, dance, dance with me. Там же тот отрывок, которым там есть вставлен, там уже типа вообще беззавидно. Весьма примечательным является то, что сегодня имя Иисуса, даже из уст атеистов и с... звучит как никогда раньше часто, в абсолютно кощунственном контексте. А может это про вот этого Иисуса? Иисус. Господи Иисусе. Вот именно. О, Любовский. Честно сказать, я не особо шарю за смыслы в песнях данного исполнителя. И тут я не готов вступать в какой-то спор. Но меня, скажем так, озадачил финальный итог. Но лично я убежден, что выход в тренды танца из популярного сериала именно под трек Леди Гаги, это не случайность. Дьявол ищет разные коварные пути, чтобы завоевать наше сознание. Необходимо переключить внимание на нечто, что может показаться еще более безобидным. Но он решил, что тем песням было оказано мало должного внимания. И потому, спустя десятилетия, он решил возбудить к нему дополнительный интерес человечества, используя современные тренды, чтобы еще раз высмеять библейскую истину и святые символы. Ну, походу, лично дьявол залил версию тиктока с Леди Гагой на фоне. Красава. Я, конечно, слышал, что тиктока дьявола, но не думал, что настолько буквально. Настолько буквально, да. И мне нравится, что при всем этом ролик, напомню, называется «Как Нетфликс призывает дьявола через танец Уэнсдэй». Хотя Нетфликс никакого отношения к треку Леди Гаги в тиктоке не имеет. О чем так-то этот чувак сам говорит. Видимо, дешевый кликбейт не входит в список грехов. То ли дело пляшущей Уэнсдэй. Осознайте, в каком мире мы живем. В наше время можно хайповать на Уэнсдэй, чтобы в конце прорекламировать свою религиозную организацию. Подявите наше служение. Это просто грустно. Не знаю, я это смотрю... Типа... Понимаете, хотя бы блогеры и прочие, которые просят просто денег на донаты, и не прямо говорят, мы на них живем, там что-то делаем и прочее, они делают вид то, что, ребята, вы делаете благое дело. Бог вам аж оценит. Ставь лайк. Кидайте вот эти через ваши карты. Деньги вот эти. Или же гнать на конструктор Лего, даже не показывая, про какие конкретно товары идет речь. Главное, чтобы все было Бога угодно. Аминь. И вообще тут... Мне кажется, вот подобные вещи, они более оскорбляют всю эту вещь, чем просто смотреть ролики всякие и прочее. Люди хотя бы постарались с монтажом. А то иногда бывает и вот так. Главной же опасностью сериала Уэнсдэй является приобщение подростков к оккультизму. Является очередным проектом по продвижению оккультизма и подмене ценностей подрастающего поколения. Движение девушки напоминает одержимость демонами и выглядит очень жутко. Я уже не понимаю, это прикол или ролик на серьезных щах, а то комментарии не серьезные. Видимо, для меня уже слишком много интернета на сегодня. Ну а с вами был Акар. Не забывайте ставить лайк и писать в комменты. Напомню, что у меня есть комикс под названием «Ударные проблемы». И вот что, ребята. Ссылка на регионал в описании. Я свое мнение сказал. И опять же, я не против веры. Я на самом деле не против особой религии. Мне все равно, потому что главное, чтобы она меня не касалась. Я просто прошу людей. Я не завожу эту тему обычно с людьми. В свое время, когда у меня было бутарское настроение, я мог бы с людьми поспорить. Мне сейчас сделать это что-то нечего. Я даже спорить не хочу. Просто обидно, что о некоторых людях наживается в этом плане. Некоторые люди очень доверчивы и готовы поставить все на кон ради какой-то благой цели или поставить все на кон, когда надо обратиться, наоборот, к врачу, допустим. Ну, понимаете, о чем я, да? Если когда люди вместо того, чтобы обратиться к врачу, идут замаливаться и так далее. Короче, суть в том, что этим пользуются. Пользуются доверчивостью людей. Как и всегда, пользовались в принципе. И что в этом благого? Это же тоже обман. По факту грех. Не обмани, да? По факту сама религия и грешит. Вот так вот, ребята. Вот так вот, ребята. Ну, а про всякие другие грехи самих религиозных деятелей и так далее даже заговорить не хочу. Вы сами слышали, знаете, что там происходит. Ух, там такой айсберг, можно составить. А к самим таким ощущениям, что есть высшее существо, пожалуйста. Если вы никому это не навязываетесь, вам так легче жить, и вы начинаете из-за этого сходить с ума, и не отрицаете прогресс, и не отрицаете то, что вокруг вас творится, то без проблем. А так, до скорых встреч. Всем удачи, всем пока. Пау!